Всем доброе утро! Я нахожусь в Межа-парке. Сегодня у нас солнечная, хорошая погода. Видите, как солнышко светит? Я хочу прогуляться, дойти пешком до района Саркандауково. Я недавно, вчера, по-моему, увидела в фейсбуке рекламу про одно необычное кафе. Если перевести название это кафе с латышского на русский, оно называется «Крыша поехала». То есть название уже интересное. Я представляю, какой там хозяин с юмором. Правда, девушка, которая снимала рекламу этого кафе, сказала, что еле нашла по этому адресу это кафе. Но надеюсь, что я найду быстро. Да, и оно еще, кстати, было закрыто, но ее пустили. Все показали. Так что надеюсь, что будет кафе открытый, и меня тоже пустят. Здесь один новый трамвай и один старый еще. Странно, что еще ходят старые. Так, адрес я нашла. Вот улица Алекса, 1. Ну, где здесь вход? И где здесь кафе под названием «Крыша поехала», я не знаю. Будем искать. Райончик, конечно, так себе. Посмотрите, какой деревянный высокий забор. Может быть, за этим забором нигде нет вывески. Здесь уже третий номер, значит, нужно идти обратно. Надо будет спросить у прохожего. Может быть, кто-то в курсе, что это девушки спросить. Здравствуйте. А это кафе? Какой? Юнгс, айсбродс? Да. Да? Ага, спасибо большое. Ух ты. Здравствуйте. Можно снимать? Нет? А, да, могли бы показать? Просто интересно, я здесь недалеко живу. Такое необычное у вас кафе. А вы хозяин, да, этого кафе? Ага, спасибо. А, будете сегодня гидом? А наверх подняться, да? Тут еще второй этаж есть. Ну, еще и внизу лестница. Ух ты. Какие-то тут картины. Ой, сколько у вас много комнат. А это у вас библиотека такая еще? То есть кафе и библиотека. Как интересно. Необычно. А давно вы работаете? А, да? А я только недавно узнала. Про вашу кафу. Так. Здесь картины красивые. У вас даже кальян можно покурить? Да. Да? Ой, и пострелять. Покидать. Полы скрипят. О, сколько у вас комнат тут. Тут полностью второй этаж весь ваш. Ага, какая красивая стенка. Дракон. У вас, наверное, в основном молодежь, да, отдыхает? Да. Тут прям как и гостиница. Интересно. Такое зеркало. Необычно, конечно, какой такой. Старая посуда. Ясно, а что у вас готовят? Что-то поесть можно? Супчик, шашлык делаешь. Да? Все, все, все. Сами делаете, да? И супчик, и шашлык. Как интересно. И тут тоже еще что-то. Так, давайте, выйдем на улицу. Посмотрим, что здесь на улице. Ой, тут столик. Ух ты. Да, вот молодежи, конечно, здесь нами интересно. Такое необычное. Все потусить, посидеть. В таких местах молодежь любит. О, у вас тут еще такая терраса. Здесь праздники можно праздновать различные. Вечеринки устраивать. Хайлы, например. Ух ты. Не знаю, конечно, как насчет санитарей. Да, уж. А занавески такие, шторы. Да, оригинально придумано. Еще вниз можно спуститься? Такая большая территория здесь. Ну, вы знаете, название, да, подходящее для этого кафе. Здесь клиенты сидят. Так, ступеньки очень надо аккуратно. Так. А здесь мангал, видимо, шашлыки жарят, да? Здесь делаем. Ага. Здесь оборот открыть большие. Здесь был. Ага. А, сюда машина может заехать, да? Не-не-не. А, нет, просто закрыт. Так, а кто в велосипеде, ну, или... А, с велосипедом. Кутри, самокатом. Ага. А вот название кафе. А кто придумал название такое? Хозяин. Ну, молодец, с юмором у вас хозяин. А тут тут ничего нет. Да, здесь просто такой бар. Бар. Барс. А, это просто, да, название. Все началось вот здесь. А, все началось здесь, да? А это там же квартира была? Это хозяина квартиры, да? Нет. Магазин автосервис. А, был магазин автосервиса, переделали в кафе. Нет, еще, еще. Еще потом... Ага. Ну, давно. А, еще? Еще что-то? А, там... Еще. Вот. Галдные. А, ой, яблоки. Да, да, да. И потом... Еще раньше какой-то базарин, рынок и ломанский, 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 ломанский. Тут все. А, и... Тут надо в истории смотреть. Да, да. Чего только не было раньше. А теперь кафе, крыша поехала. Да, здесь можно заблудиться в этом кафе. Очень интересное, очень. Необычное. Много у вас клиентов приходят? Бывает, да? Ну, здорово. Сегодня кроме меня шашлыка есть. А, сегодня только шашлык. А так вообще супчик за 5 евро, да? Шашлык с виной 9,50. Куриный. Там уже с добавками. А, уже с гарниром, с овощами, да? Там елочки, малыш, соленые огурчики. Ага. А, вы сами, да? Угу. Еще шахарик, который тоже. Угу. Шахарики. Ну, великолепно. Ну, интересно, необычно, необычно. Яблочки свои, да? Можете гости. Да, спасибо, хочу. Большой, конечно, лучше, потому что она уйдет. Тогда я два возьму, можно? Спасибо. Ой, давайте, спасибо большое. Я уже чувствую, что они вкусные. Ну, спасибо большое. Ну, у вас необычное кафе, конечно, мне очень понравилось. Особенно для молодежи, как здесь вообще провести время. Спасибо большое. Ой, я не могу рассмешить у меня хозяев. Я говорю, у вас здесь кафе? Ну, в основном, наверное, молодежь приходит потусить. Он говорит, ну, вы вообще-то тоже не старые. Говорит, можете тоже потусить. Я говорю, спасибо. Я говорю, я как-нибудь в другой раз. Вот, кстати, в Lidl. Давайте зайдем посмотрим. Я слышала, что там, когда выходишь, сделали какое-то новшество. Нужно чек сканировать, показывать. Давайте проверим. Только думал, с яблоками в магазин можно заходить. А то вдруг придется их покупать. Ну, здесь, наверное, другие яблоки. Не такие. В общем, кафе, конечно, необычное. Не зря я сходила. Меня хоть яблоками угостили. Да, здесь в других упаковках яблоки. Так что все нормально. И это другой сорт. Какие тут пончики появились. Сахарной глазурью сверху. Вот весь сахар. Глазурь потекла. Может, ушко купить. Я люблю ушки с чайком, с кофейком. Как давно я не была в Lidl. Последний раз я была вместе с вами. В Чехии или в Польше мы были в Lidl. Я еще там суши видела. Но здесь пока я сушь не вижу в этом Lidl. Маршмейла в таких упаковках. Уже с палочками деревянными. Жарит на костре. Кстати, очень вкусно. Я как-то пробовала. Полкилограмма. Я думала, здесь килограмм. Такая довольно тяжелая упаковка. Мне очень понравилось, да. Здесь большое зеркало. Можно что-нибудь примерить из одежды. Правда, здесь нечего мерить. Здесь в основном детское все. Какую-нибудь шляпу померить. Но нету шляп. Текстиль. Такой комплект. Рис. Оливковое масло, наверное, да. И приправа для... А, это для приготовления паэлии. Такой комплект уже со сковородкой. Интересно придумали. Только осталось еще купить морепродукты. И можно приготовить. Никогда, кстати, не готовила. Плов готовила, а паэлии еще ни разу не готовила. Похоже, в этом магазине испанская неделя. Маринованные мидии. Может быть, взять попробовать баночку. Что-то мне так захотелось. Интересно, они с лимоном или просто нарисовано с лимоном. Но если что, добавлю лимончик сама. Наверное, возьму. Немножко закупилась. Хотя не планировала столько покупать. Ну, как всегда. Так. На входе, вернее, на выходе ничего сканировать. Пока не надо. Никакие чеки. Там очень много чеков лежало в кассе. Даже многие не забирали. Не знаю, что это за закон придумали. И когда он выйдет, потом узнаем. Хочу еще вам рассказать, как я недавно ездила в один магазин. Тоже увидела в интернете рекламу. Магазин низких цен. Думала, о, что-то новенькое. Думаю, съезжу, вам покажу. Доехала я до центра. И думаю, посмотрела в Google карту, что вроде как недалеко находится этот магазин. И решила пойти пешком. Потому что я не нашла, когда ехать общественным транспортом. Пошла я пешком до этого магазина. Шла я около часа где-то. Но дошла. Самое ужасное было то, что когда я пришла в этот магазин, я вспомнила, что я его уже снимала только в другом районе. Думаю, ну ладно. Зашла я в этот магазин. Походила, встретила там свою зрительницу. Мы с ней очень великолепно пообщались. Пообщались там про поездку в Польшу. И она мне предложила, может, вас подвезти до центра обратно потом, когда походите по магазинам. И говорю, нет. Мне как-то стало неудобно. Думаю, ну все, я буду человека напрягать. Думаю, доеду, как-нибудь доберусь. И отказалась от помощи. Потом я, конечно, об этом очень пожалела. Ну, походила я по магазинам, посмотрела. Вспомнила я этот товар, что я вам уже снимала этот магазин. Да, второй магазин называется abrans.lv. А, они побитые, да? Ну, они все как бы, ну так, как бы... Так, а что это, фасоль? Это фасоль, да. Я делаю, знаете, то фасоль... Салат, это, да? А, горячий, да? Да, да, да. С 49, да? Да, да, да. Ну там, кто-то салат, кто-то горячий делает. Я думаю, что якобы, если банка так вот побита, типа, уже это что-то там, но с другой стороны, а что в ней может быть? Ну, да, что действительно побитые, побитые, да. Ну, да. Это когда вздутое, тогда уже, может быть, кислое или что-то. Но срок годности все равно можно посмотреть, конечно. Так, губочка. До шестого. А, до 2026 года. Не, не надо. Так что срок большой. О, а это даже, смотри, пока. А это, да, почти не побитые. Но если тут выбрать, можно что-то найти. С вами пуляет. Все, счастливо, да. И когда я вышла из этого магазина, походила там, не нашла ни одного общественного транспорта, и поняла, что добираться до центра мне не так уж и будет и просто. Я очень пожалела, что отказалась от помощи. Я думаю, вот так вот люди предлагают, вселенная вам предлагает помощь, а вы отказываетесь. Пока я там ходила, в этом районе я еще увидела вертолет. Я потом сошла, вам еще поснимала его, потом вам покажу. Потом я вышла на шоссе, иду и думаю, как жалко, что я отказалась от помощи. Представляете, иду, иду, и тут передо мной стоит машина, и выходит моя зрительница. Ее зовут Марина. Марина, вам большое спасибо. Вам огромный привет и огромное спасибо. И предложила опять меня подвезти. Она говорит, я смотрю, вы ходите тут, видно, что заблудились. Давайте я вас подвезу. И самое интересное, она же могла уже давно уехать, пока я ходила, снимала этот вертолет. Я уже думала, она давно уехала. А оказывается, мне решила вселенная еще раз предложить помощь. На что я очень благодарна. Марина, большое вам спасибо. В общем, каждый день какие-то чудеса со мной происходят. Я заметила, и очень интересно за этим наблюдать. Нахожусь на улице Резекна, съела пять. И издалека увидела такой вот вертолет стоит. Давайте подойдем поближе, посмотрим, что за вертолет. Я даже не знаю, что здесь находится. Я просто мимо проходила. Фирма какая-то, авиатест. Вот, какой он огромный. Первый раз вижу такой большой вертолет. Табличка написана, нельзя трогать руками и залезать на экспонат. Так что мы с вами залезать не будем на него. Хотя я с удовольствием бы залезла, посмотрела бы. Наслайся информацию об этом вертолете. Он был изготовлен в 1981 году в городе Ростов. И передан Латвии для прочных испытаний. Кому интересно, можете прочитать информацию. Так интересно, ворота открыты. Может любой зайти на территорию, посмотреть. Но он такой огромный. Ощущение, конечно. Камера не передает. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»